Каждую среду в 16 часов. Болтком Лайф с Эдмундом Кашевским. Всем привет. Приветствую вас на волнах радио Болтком. Сегодня, как обычно, у нас интересный гость. И за пультом Родион Золотарёв, который мне постучал в окно и сказал, пора начинать. Ну и раз пора, значит и начнём. Сегодня в гостях на Болткоме Эвелина Протектор. Здравствуй. Привет. Вот сидел за кадром так и наблюдал. И всё-таки вот у меня не укладывается в голове, что я бы тебя хотел назвать пани-профессор вообще на самом деле. Но ты пока пани-доцент ещё, да? Я пока ещё пани-доцент, да, но всё впереди. Вот меня не даёт покой вопрос, как вот ты можешь... Как у тебя это всё укладывается? Вот ты и доцент. Это же должна быть такая, знаешь, сухая, такая сухая профессорша, которая всех строит, которая должна заставлять... Ты вот криво поёшь, ты не так и не так. А почему ты думаешь здесь, что я не строю никого? А вот у меня вопрос. Какая ты как преподаватель? Строгая. Строгая? Ну, конечно. Да ладно. Ну, конечно. Ну, а как иначе? И в чём выражается твоя строгость? Ну, как? Ну, я задаю домашние задания, я отчитываю, если домашние задания не сделаны. Но так, не в грубой, конечно, форме, а... То есть линейкой по пальцам ты никого не щёлкаешь? Ну, у меня нет линейки. Может быть, это тебе идея последующая? Если ты подаришь мне линейку, то, может быть, я попробую освоить мастерство воспитания линейкой. Ну, на самом деле, я понимаю, что пора горячая консерваторская ещё не началась, да? Ещё нет. В сентябре. В сентябре. Ну, как всегда. А вот как с народом? Как с творческой молодёжью? Очень интересно. Хорошенькие они. Нравятся мне. Любят они музыку, любят экспериментировать, хотят много нового выучить, хотят знать всё, хотят экспериментировать. И это классно, потому что благодаря их экспериментам много красивой музыки новой появляется. Их много. Какой конкурс к вам на джаз? Достаточно большой. Достаточно большой. Ну, видишь, как бы помогает то, что у нас вообще в стране вариантов мало. У нас либо классическое отделение, либо джазовое отделение. Ну, есть ещё один вариант пойти на учителя поп-джаз. Ну, как бы ты всё равно... Учитель поп-джаз? Да, ну, педагог. Ну, для этого, ну, начнём с того, что, по-моему, там ещё какой-то бэкграунд должен быть, какой-то фундамент, чтобы кого-то вообще учить дальше. Ну, это факультет педагогический. Ну, у нас же была эта Академия педагогии, Эрпива, которую ликвидировали или оптимизировали. 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 Ну, вот педагоги все музыкальные, которые перешли в консерваторию. Теперь у нас есть джазовое отделение, которое выпускает исполнителей. И есть джаз-поп-отделение, которое выпускает учителей музыки в стиле джаз и поп. Ну, в моём понятии на учительское отделение, скажем так, на педагогическое, да, должен идти человек уже, ну, более или менее в возрасте, у которого уже есть какая-то, ну, какая-то основа, который сам уже этой кашей покушал, который понимает, что надо избегать, чего надо избегать, что надо, наоборот, подтягивать. И чтобы чему-то научить молодых, то у него должно быть вот это вот понятие. Чисто с теоретического листа, ну, я тебе хочу сказать, ну, в моём, конечно, понимании, дилетантском, можешь меня поправить, но одно дело учить грамматику, одно дело учить, там, скажем, какие-то технические дисциплины, которые, ну, формула есть, и что ты с ней сделаешь, влево-вправо не повернёшь. А другое дело – это творческая вот как раз-таки составляющая, которую ты должен в этого недоросля, в этого ребёнка, в эту молодёжь вложить, чтобы он раскрылся сам. Вот как это вот? Или я неправильно думаю? Ну, ты же тоже, когда заканчиваешь высшее учебное заведение, у тебя есть варианты, что преподавать. Ты можешь преподавать основы, для чего тебе как бы не нужно быть супертворчески развитым человеком. То же самое, как преподавать грамматику, как основу для того, чтобы потом использовать её для написания книги. Ты можешь преподавать основы музыки, основы музыкальной теории, основы музыкальной... Ну, пардон, а ты, по-моему, занимаешься в музыкальной школе вообще? Да, ну, так ты сможешь как раз, закончив педагогическое отделение, работать в музыкальной школе. Ну, то есть обратно тебя? Обратно туда. Если ты из себя ничего не представляешь, то иди-ка ты, парень, в педагогию, да? Ну, вот это вот, знаешь, не нравится мне это выражение, потому что это неправда. Вот я смотрю на тебя, ты педагог, ты состоявшаяся творческая личность. Более того, ты на подъёме, да? И вдруг ты уходишь в педагогику. Это тебе никак не рубит крылья? Нет, это наоборот помогает, потому что когда... Ну, во-первых, начнём с того, что я преподаю всё-таки вокал, да? То есть я работаю с исполнителем над тем, как он поёт. Как он подаёт себя. Как он подаёт себя, как он исполняет вещь, как технические аспекты, стилистические аспекты. Эти все вещи... Ну, как молодой человек от себя и с презрением. С выражением, пусть с выражением, отношение к тексту. Да, но все эти вещи, они помогают немножко, во-первых, вспомнить какие-то основы, которые у нас, пока мы делаем привычное нам дело, уходят на задний план и немножко забываются. Да, и эти вещи, они помогают немножко разложить по полочкам свои знания, свои собственные знания, понять, что, может быть, тебе не хватает. Может быть, что-то там пропустил ты, пока учился сам, или пока... Сочковал. Сочковал, или там, не знаю, на гастроли уехал, пропустил. Сочковал, целую, не знаю, отделение оборочной музыки. Но такие вещи, как бы, тоже полезны, когда тебе напоминают о том, что вот... А вот этого ты не знаешь. И тогда надо бежать и быстренько восполнять этот пробел. И педагогия, педагогика, она помогает устаканить все. А бывало ли вот, что ты, что называется, попадала в просак, вот в какую-то ситуацию, и что ты как раз-таки вот в эту, вот тобой обозначенную, скажем, систему и сама окунулась вот так вот, что, ай, черт подери, это я пропустила. Конечно, конечно. Конечно, я же не утверждаю, что я знаю абсолютно все. Ну, мы договариваемся, что я изучу этот вопрос и к следующему занятию дам ответ. То есть открыто. Ну, конечно, да зачем мне врать? Если я буду врать своему ученику, он потом наврет мне в ответ. Я у него спрошу, а ты сделал домашнее задание? Он скажет, да. И выяснится, что он его не сделал. Ну, зачем? Это же честное отношение. Мы все-таки не в диктатуре живем у нас. Демократия, говорят. Ясно. Но требовательная, демократичная и предельно открытая, пани-профилка. Классная, классная, да. Очень хорошо. Слушай, ну вот, а как получается, что музыка изменилась? Время идет, музыка меняется. То же самое. Новые веяния, различные новые всякие штучки. Как ты вот с этим, как ты успеваешь? Ты следишь за этим, ты дополнительно что-то тоже берешь, что-то как-то... Ну, я стараюсь. Пил вей дуа ес. Да, я стараюсь. Я стараюсь следить за тем, что сейчас в музыке происходит, куда движется весь этот джаз. Потому что застревать на одном месте, это непродуктивно. И надо все время... А это ты сейчас говоришь как творческий персонаж? Как со всех сторон. В любом случае. Это не только к творчеству имеет отношение. Мир идет вперед. Нам тормозить, тупить нельзя. Если ты затупишь, у всех уже будет 5 га, у тебя будет еще 3 га. Ну, это да. Но, тем не менее, все-таки ты преподаешься, ну, мягко выражаясь, такую достаточно академическую дисциплину, да? Ну, сейчас уже можно сказать, да, что джаз входит в подразделение академической музыки. Да. Но это не значит, что она не развивается. Что изменилось в джазе в таком случае? Все изменилось в джазе. Ну, это тоже такой достаточно спорный вопрос, потому что наше, скажем, местное джазовое сообщество немножко, мне кажется, разделилось на два таких лагеря. Одни говорят, что джаз – это то, где есть свинг, и где есть цун-цун-цун-цун-цун-цун. И вот такие вот вещи, да. А другие? А другие говорят, что джаз эволюционирует, и что наличие там цун-цун-цун-цун вообще не означает, что это джаз, или отсутствие в музыке свинга не означает, что это не джаз. То есть полная психоделия, да, такая? Ну, психоделия я бы это не назвала, но как бы, но свободно, свободней. Потому что все развивается, джаз тоже развивается, там, не знаю, если взять, ну, как пример, я даже не знаю, что в пример привести, но, ну, вот, например, моя вот музыка, да, вот то, что я делаю, оно как бы… Ну, я бы ее не назвал «чистым джазом», ты меня уж, конечно, прости. Ну, мы не говорим сейчас о «Вне задуванчиков», да? Говорим о втором этом проекте, джазатами, да, джазатами, джазатами, там, без разницы, как удобно. Ну… А «чистым джазом» ее назвать точно нельзя. Сложно. Конечно, да, это однозначно не «чистый джаз». Во всем альбоме свинг появляется на, если я не ошибаюсь, 15 или 20 секунд. Во всем альбоме вообще. Тем не менее, это, да, относится к джазу, но к такому понятию… Такой прифанкованный джаз такой. Прифанкованный, ну, там разные стили, разные элементы. Но джаз, он становится эклектичный, вот так вот назовем. Сейчас вот модно, например, брать какую-то народную музыку и аранжировать ее, применяя джазовые всякие там аккордики, гамочки, ритмы и так далее. Но это же тоже все равно джаз. Это не джаз, но джаз. Я вот недавно тоже, кстати, узнала, что, оказывается, вот этот состав джазатами, его… В Академии на вступительных экзаменах есть такая вещь, называется коллоквейс. Это когда тебе… Собеседование. Собеседование, да, задают вопросы обо всем. И там есть вопрос о том, какие современные латвийские джазовые составы представляют, какие стили музыки. И вот оказалось, что мой состав представляет электронику. Исключительно. Ну, джаз-электронику. Ну да. И все? Потому что у нас есть диджей. Ну, как бы, так обобщенно. Даже не диджей, а вертушник. Не знаю, как это называется по-русски, нету перевода. Турнтаблист. Пластиночник. Пластиночник, винильщик. Повелитель винила, да. Да, винильщик. Есть, например, Давис Юрка, он причислен к категории симфо-джаз. Потому что у него в альбоме, который называется «String the Touch», у него есть струнный квартет. Ну, он не единственный из латвийских музыкантов. И сразу в симфо. Сразу в симфо. Появился квартет, сразу в симфо. Ну, там. Да. Боюсь спросить, что будет, если еще что-нибудь добавят. Не знаю. Не знаю. Вот видишь, поэтому получается такая интересная ситуация. Вроде как джаз. С другой стороны, там так много всего, чтобы ограничивать это одним стилем, это бесполезно. Это бессмысленно. Это просто теряет вообще половину, если не большую часть содержимого. Послушай, у меня вертится на языке один провокационный вопрос, но сначала хочу задать другой. Как ты вообще в джаз пришла? Как ты этим заболела? Случайно. Случайно совершенно. Я вообще не знала, что такое джаз. Понятия не имела, что такой стиль музыки существует. Я слушала «Руки вверх» и «Танцы минус». Ой. Ой. Дорогие друзья, вы этого не слышали. Вы этого не слышали. Было дело, да. Нет, было так, что я вообще не собиралась певицей становиться. Я собиралась стать банковским работником, ездить на красном мерседрессе. Зарабатывать деньги и ездить на мерседрессе. И потом произошла такая история, что мне мама подарила гитару, потому что я пыталась вылететь из музыкальной школы, где я играла на пианино. Мне удалось сделать так, чтобы меня выкинули из музыкальной школы. И тут появилась гитара. И мама подарила гитару, потому что ей очень хотелось, чтобы хоть какая-то связь с музыкой у меня оставалась. Я начала на гитаре какие-то там песенки пиликать И у нас была У нас была компания друзей Их было достаточно много людей Которые тоже на гитарах играли Там тоже какие-то песенки сочиняли И один мой друг создал себе группу Я позавидовала И тоже захотела создать себе группу Ну, песни есть Почему вот у него есть Музыканты, которые с ним играют на барабанах Что-то там, даже на бас-гитаре А у меня нет То есть свой материал? Ну, конечно, да И я начала ныть И мои друзья меня познакомили с басистом Который познакомился с гитаристом Мы начали что-то там играть И гитарист сказал Эвелена, нифига ты петь не умеешь Иди-ка ты поучись Вон есть салкерст и джаз Езжай Я приезжаю, а там говорят Джаз, джаз Я думаю, что это такое вообще? Куда я приехала? Зачем? Не знаю ни одного джазового стандарта А потом оказалось, что я знаю на самом деле Много джазовых стандартов Знаю там кучу Элла Фиджеральд, Фрэнка Синатру Луиса Армстронга Это же все джаз Только никто нам не говорит о том, что это джаз А оказывается это оно Том Жобим Это же тоже как бы джаз Ну, босса нового, но тоже как бы в джаз входит И как бы вот так вот все пошло-поехало оттуда Случайно, но уйти не удалось Слушай, ну вот тогда ответь мне честно Давай Ну, джаз это достаточно сложно и некоммерческий Поп проще Я бы не знала, что проще Зачем тебе был джаз, когда с твоими данными вокальными Ты могла себе спокойно сделать карьеру поп-певицы Мне кажется, быстрее Ой, такой сложный вопрос Ну, во-первых, начнем с того, что поп не проще Да ладно Да ладно Ну, опять же Твои же руки вверх, ладно Ну, совсем сложно Есть несколько, скажем, градаций, да Есть поп-музыка по принципу people have it Которая, три аккорда, уже давно придуманные формулы По которым все просто подстраивают туда мотивчик простой И ты по этому идешь, и через три года у тебя мерседес Поездки в Канн и так далее А потом через десять лет тебя никто не помнит Ну, ты уже заработал Ну, ты как бы уже заработал Ну, знаешь, с деньгами так есть Деньги быстро приходят, так же быстро они уходят Логично Да Есть более интеллектуальная, популярная музыка? Ну, то, что из серии дошло до наших дней Например? Например В принципе, все из восьмидесятых Аха Все знают, все помнят Даже мелкие, даже подростки, которые не знают, что это аха И не знают, что это из восьмидесятых Ты им напоешь, а они продолжат Да, да, да Там, не знаю, Айросмит Да Который прошел сквозь века Ну, как бы, окей, это так ближе к рок-музыке Ну, Айросмит это уже, да Но все равно Такие прекрасные ребята, как группа Queen Которые, как бы, вроде не поп-музыка, да Но по всем топовым радиостанциям и поп-радиостанциям Они крутятся На самом деле это чистой воды поп На самом деле Ну, а у них тоже много стилей там смешанных Битлз, Битлз, Битлз Три аккорда Чистый поп, три аккорда Три аккорда, да Они дошли до сегодняшних дней Почему? Потому что у них не все так просто Потому что они эти формулы придумали, во-первых Во-вторых, они эти формулы революционировали Это интересней А джаз это и еще дальше Это постоянная зарядка для мозгов Мне скучно делать вот простую Самую-самую простую вот эту вот мозгу Мне скучно, мне неинтересно Я могу ее петь, без проблем Ну, я этим занимаюсь на корпоративах Да, но как бы, но скучно Ну, это же печально Я в музыку ушла не для того, чтобы была рутина Я в музыку ушла для того, чтобы Был все время вот этот вот заряд Чтобы было все время мозги Можно было как-то То есть Пани скучает От скуки я пошла Пани теперь никогда не скучает И усложнила себе всю жизнь Ну, да, да Но это было осознанное решение Ну, я понимаю, что это было на самом деле И правильным решением Потому что Да, я согласна То, что ты делаешь Это Мне это нравится Тем более Спасибо С таким монументальным стилем музыки Как джаз, который теперь Академическая музыка Ну, я точно оставлю свой след в истории Я надеюсь Очень хочется Так скромно, но ничего, да Ну, хотя бы в истории латышского джаза Слушай, а вот объясни мне Девушка в сугубо мужском коллективе Это как? Тебя там на руках носят Ты диктуешь Или ты Ну, там, грубо говоря Четыре-пять мужиков Я подчиняюсь мнению большинства Как это происходит? И как ты себя ощущаешь? Ну, тут тоже есть две стороны медали Хорошая положительная сторона медали Это то, что Из-за того, что я солист Работу даю я Потому что заказывают Не того, кто На заднем плане Который делает Большую работу А заказывают того, кто Фронтмена Или фронтвумен Ну, фронтвумен, да Поэтому работу даю я Поэтому То есть ты диктуешь Поэтому я диктую Поэтому я главная Но есть такая Ну, музыкальный шовинизм Он существует, конечно Такой сексизм небольшой есть Потому что Ну, так как бы Сложилось исторически Что большее количество людей Играющих инструментальную музыку Это особи мужского пола Но так есть Ну, как-то так Как-то так Как-то так сложилось И так как-то вот Сквозь века Сложилось так Что у них Да, есть знания Да, есть техника Они всю жизнь На том посвящают У них нет каникул На то, чтобы ребенка родить И годик дома посидеть А у них все время Экшн какой-то Они сильные Могут технику таскать Ну, как бы У них есть свои преимущества И в тот момент Ну, скажем В моем случае Я, как бы Стараюсь Всегда быть Как это сказать Правильно Не превращаться В Вокалиста Который Ну, как бы Единственное, что делает Выходит в красивом платье Споет и уходит Я, как бы Стараюсь Быть на уровне С инструменталистами В том плане Что Я готовлю Партитуры Я составляю Сет-листы Я на сцене Не только на зрителя Работаю Но я работаю Вместе с музыкантом Чтобы быть с ними На одном уровне Чтобы не отделять Себя от них Чтобы быть коллегой Как бы высоко Ты не взлетал Чтобы никогда Не отрывался От коллектива Вот так вот Вот так вот Как в фильме Да Ну, как бы Есть Бывают, конечно Ситуации Ну, скажем У меня Музыкального образования Несмотря на то Что у меня магистрская Вот эта прекрасная степень И я доцент У меня базы музыкальные Немножко меньше Потому что Меня же выкинули Из музыкальной школы Соответственно У меня есть С гитарой потом Ну, с гитарой Ну, как бы не считается Соответственно У меня есть Какие-то пробелы В этом музыкальном образовании И эти пробелы Когда ты готовишь партитуры Они выскакивают Там в группировании Но в том Как там Аккорды я записываю Или как-то Проскакивают ошибки И если бы Скажем Если бы я была мальчиком Мне бы Тыкнули на это больше И так как я девочка И так как я солист И так как я Даю работу Мне никто об этом Ничего не говорит Все как бы Принимают это Как данность То есть Тебе никто Не может Слово сказать Нет, ну Могут, конечно А не бывает Какую лажу ты поешь Бывает такое? Какую лажу ты поешь Не говорят Потому что я лажу Никогда не пою А какую лажу Ты написала Такое бывает иногда Да А вот Кстати По поводу партитуры Я И Роспись всего Этого музыкального материала Я Совершенно Был потрясен Недавно Недавно закончился Фестиваль Лайма Лайма Рандеву И я был У них Когда Ну они там Лайма репетируют До этого Месяц Сидит Сидит Роберт Альбрехт Который Специально приезжает Из Германии На это время Наш бывший Рижский музыкант И он Все это Раскладывает Расписывает И на весь Бэнд И на сцене Если ты Видел Конечно Видел Что сидит Живой бэнд И живой бэнд Реально играет Да Играет Для всех Для Марио Бьонди Сопровождение Для всех И только И только Выскакивает Например Ну Сергей Лазарев У которого фонограмма Ну бога ради Сейчас не об этом Песня Песня о том Что Робчик Вот это где-то Вот внутри На подсознательном Так Сидит Пишет Пишет Что-то Расписывает Там вот это Ты там Не то То И За бокалом Виски Я как-то сказал Слушай Робчик А вот вы пели Такую Ася и 100к Пину Даниэля Можешь мне написать Гармонь Я говорю Я хочу ее Петь тоже Играть Робчик Через полчаса Мне присылает СМС Ну уже Такой Значит Лист Расписано Все гармонично Да Да Рэнсбэй Роберт Албрехт Я так думаю Ёкарный ВВ Вот если бы я умел Так расписывать ноты Быстренько Все Как это Это очень полезно Это очень классно Но на самом деле На самом деле Какая это Обалденная работа Я вот только там Увидел Да Это очень большая работа Ну если взять Если посмотреть Немножко в прошлое В эти вот Бигбенды большие У них как правило Когда вот эта Бигбендовская эра Не один Был не один Специальный человек Было несколько Один человек Который делал Эту аранжировку Второй человек Который брал Эту огромную партитуру И расписывал ее Для каждого Отдельного инструмента То есть их было несколько Есть аранжировщик Есть оркестровщик Есть повелитель Не знаю Нот Партитур Да Который каждому готов Это Одному человеку Сейчас проще Это сделать Потому что Сейчас у нас Есть компьютер Есть Программы, которые Забиваешь, заводишь, и он тебе выдает Нажимаешь кнопочку, и он тебе экспортирует Отдельно ноты для каждого инструмента Очень удобно, но все равно Тебе в любом случае нужно проходить По каждой партитуре отдельно Потому что бывают ошибки Ошибки не в плане, что ноту не ту написал А в плане того, что неправильно написано Потому что у каждого инструмента Свой строй Ну понятно, да Где-то ты можешь написать Не учесть диапазон какого-то инструмента Что-то там напутать Не поставить знак повторения В одном инструменте поставить, в другом не поставить И если ты это не проверишь То у тебя на концерте в итоге Саксофон идет на куплет Лебедь, рак и щука получается Это большая работа Но ее полезно уметь делать Ну в свое время такими топовыми У нас аранжировщиками были И тот же Долгов И тот же Розенберг Славился тем, что шикарно, совершенно потрясающе Писали аранжировки А кто вот сейчас из аранжировщиков Такие топовые у нас? Прямо топовые Ну такие, ну вот популярные Которые все стремятся Вот хочу чтобы Джазовые? О боже Какой сложный вопрос Ладно, упростим Упростим Вообще не джазовые Я знаю Как его зовут? А, Лацис Который с Бусулисом Да Он мне кажется делает аранжировки Ну он делает Но у него очень своеобразное видение Так сказать Да, ну прикольно же Красиво получается Да, это очень прикольно Красиво получается На 11 песни Это очень прикольно Если я не ошибаюсь Сеянс тоже делает Янис Кирсис Молодой Пианист, аранжировщик Певец Он тоже делает аранжировки То есть молодые тоже подтянулись Конечно Ну в принципе Любой музыкант Учащийся на джазовом отделении Делает аранжировки У них есть предмет Такой Это must be, да? Это must Это must do Обязательно Обязательно Все делают аранжировки Причем не только Для маленьких составов Но для биггендов тоже Обязательно Для больших составов Есть проекты Там У нас Один студент Сейчас Какого-то там Второго или третьего Курса для симфонического Оркестра Делает аранжировку Или уже сделал А ну правильно Сейчас же август почти Уже сделал Должен был сдать Это домашнее задание, да? Ну да Он взял себе специальный курс Чтобы изучить Как работает симфонический оркестр И делал аранжировку Для симфонического оркестра Сама ты часто балуешься этим? Периодически Регулярно Скажем так Ну то есть Нет Я сейчас не про такую Не про такую монументальную Не про такую повседневную Скажем Деятельность Но я понимаю Что для состава Ты уже сказала Что ты делаешь Расписываешь партитуры А вот Бывает ли такое Что ты что-то вот Вот стрельнила А вот захотелось Мне сделать вот это Вот раз и расписать А вдруг пригодится Может быть не сейчас Не завтра Не послезавтра Да-да-да-да Бывает 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 Конечно Да-да-да Очень печально Когда негде это использовать Иногда бывает Когда просто не видишь Куда вот Пример Можешь привести? Пример Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да У нас в академии был мастер-класс одного аккордеониста Вдруг кто-то сказал из академии Что нужно написать новое произведение для четырех аккордеонов Я его написала, а оказалось, что его не нужно было писать Какое-то недопонимание случилось И в итоге я осталась с произведением для четырех аккордеонов на руках Дорогие друзья, если у нас есть четыре хороших аккордеониста На примете Ксению Сидорову мы, я думаю, оставим за кадром Это вне конкуренции То можете запросто обратиться к Эвелине Протектора У нее есть произведение, которое пока лежит, что называется, в шкафчике Мы вернемся в студию после небольшого тайм-аута Каждую среду в 16 часов Балкон Лайф с Эдмундом Кашевским Мы вернулись в студию И Эвелина Протектор задумалась Что же она все-таки будет делать с этими аккордеонами Я думаю, что решение придет даже с той стороны Откуда ты вообще даже и не ожидаешь Ну, будем надеяться Каждому овощу свой фрукт, как говорят в таких случаях Скажи мне, вот Твои приключения с телевизионным проектом Можешь их рассказать? Как тебя вообще туда занесло? И как это у тебя было? Твои ощущения? Потому что, как правило, народ, который попадает на такие проекты Он делится на две категории Первый, который О, как клево! И понеслось Как, например, Интерс Ему только подавай Чем больше, тем лучше Он в это въехал И есть другие, которые Попробовал, занеслось случайно И до свидания Ну, вот я скорее ко второй категории отношусь Меня туда занесло случайно Совсем? Совсем Ну, я не знаю Напомню, что это телевизионное шоу, которое называлось Is Klaus S. Reds Да Кажется Точь-в-точь Русский вариант точь-в-точь Да Мне позвонили Позвонили когда-то Мне кажется, это было начало января То есть, я так понимаю, что это совершенно в последний момент Позвонили, сказали Приходи к нам У нас шоу, 10 эфиров 100 баллов будешь, все 10 эфиров Ну, я думаю Ладно Окей 10 эфиров, 10 эфиров Ну, как бы Просто так себе 10 эфиров С неба не падают Надо брать, пока дают Было интересно Я не могу сказать, что было плохо Не могу сказать, что было просто суперически хорошо Потому что это все-таки специфика Во-первых, это телевидение Которое имеет свои правила Ну Ну, что логично Ну да Во-вторых, все-таки я Вот все вот эти годы, что я занимаюсь музыкой Я все-таки занимаюсь той музыкой, которая моя А тут тебе дают А тут То есть, я всю жизнь пытаюсь Что исполнять Вырыть из себя вот ту изюминку, которая делает меня уникальной А здесь мне надо эту изюминку выкинуть в мусорничек Ну и что тебе дали? Дали мне много всякого разного Дали Адель Ну, Адель у тебя неплохо получилось Адель, ну, с Аделью я даже одну передачу выиграла Да Плохо получилось у меня Это современная шведская певица Робин Вот это был неудачный, мне кажется Такой пример Вообще, как бы, совсем не мое это было Это очень популярная песня, кстати Это Dancing on my own Хорошая, она хорошая Из вот этой поп-музыки Ну, это не мое И что не пошло? Все не пошло Вот Вообще, как бы Характер, музыка Характер, тембр голоса Который мне нужно было сымитировать Ее тембр голоса Но он у нее настолько высокий И настолько с другого вообще теста слеплен Что, ну, я не актер Меня такому никогда никто не учил Для меня это сложно Ну, Эвелина, ну, каждый певец Немножко актер Немножко Но, видишь, я всю жизнь занималась тем Чтобы вылепить свой уникальный голос А тут мне нужно паразировать чей-то Вот это, да Что, как бы, ну, интересно, классно Но не всегда получается Из таких веселых был Лубега С Mambo No.5 Mambo No.5 Mambo No.5 Это было весело Это было интересно Кроме того, что у меня лысина отклеилась И мне запретили поворачиваться к камере Спиной и боком То есть делали второй дубль, да? Нет, второго дубля не делали Потому что все происходит вместе со зрителями И переснимать это дорого и долго То есть все Все сразу Ну, как Запись, но live Да, да, да То есть никаких переделов Никаких дублей, ничего там нет То есть как оно идет Передача началась Передача пошла Ну, тогда это круто, я тебе скажу Это было классно Тогда это круто, да Это было классно То, что нет вот этой парки Пересними Еще один дубль Еще один пятнадцатый дубль И это было хорошо Потому что я не думаю Что моя лысина выдержала бы Еще дольше Но, послушай Ну, когда исполнитель Особенно при телекамере И при съемках И испытывает какой-то дискомфорт Это дико отражается На всем остальном На результате Да Ну, у меня не было Особого дискомфорта По поводу лысины Потому что, ну что, она-то висит у меня сзади Как опухоль какая-то Ну, все равно У меня просто, по-моему, кончились Эти резиновые шапочки Моего размера И мне дали шапочку побольше И поэтому она Я сползла И она тупо сползла, да Со всеми моими волосами Поэтому у меня получилась такая Двойная голова Что было Большой лубега Большой Такой, да Ну, как-то это было Не очень это было Вот Да Потом Что было еще такого Была я этим Сальвадором Собралом Который Евровидение Выиграл пару лет назад Португалец У него борода Как она чешется Это Это такой ад Теперь ты понимаешь Бородатых мужчин, да? Да Я просто Всех Кто отрастил себе Таким бороду Вот после вот этого этапа Когда она чешется Да Я вот всем просто Вот Ребята Респект Потому что чесалась Адски вообще Да Потом Что было Интересное Интересное еще было Из таких вот прям Переживаний Переживаний Ну вот В принципе Все вот эти номера Где меня Перекрашивали Под темнокожую И линзы вставляли В глаза Это первый раз В жизни У меня линзы В глазах были Тоже Сколько смелости Нужно Чтобы себе В глаз Вставить этот Кусочек пластика Восхищаюсь Я этими людьми Да Вот поэтому У меня очки Я не могу Мне Что-то все время Как-то мешает Дискомфорт Первую линзу Мне вставляли Вчетвером Потому что Я не могла Просто ее вставить Держали за руки За ноги Двое Держали глаз Открытым Один Держал меня За ручку Четвертый Мне пытался Вставить В ее В глаз А я Головой Все время Увиливала Потому что Страшно Что-то На этом есть Ну и В итоге Все-таки У тебя Вот я смотрю На твою реакцию Смотрю На то Как ты это Рассказываешь У тебя Положительные эмоции Почему ты говоришь Что тебе это Нет Если сейчас Тебе раздастся Звонок И скажет Госпожа Протектор Вот у нас Давайте еще раз Да Ну я еще раз пойду Конечно Вот видишь Ну Восторга Прямо восторга У меня нет Потому что Это все-таки Это очень тяжело Потому что Это не так Что ты приходишь На одну передачу Потратишь Там Не знаю Сколько Она идет Это целый процесс Да Это процесс Это ужасно Сколько У тебя Продлилось Десять недель Десять недель Десять недель Да Почти год Но нужно понимать Что есть Генеральные прогоны Есть прогоны В костюмах И есть Это время Которое Уходит на грим И есть Время на репетиции Есть На хореографические Репетиции Если У тебя Есть хореография В номере Да Если у тебя Есть танцоры То есть Тебе Нужно ездить С ними танцевать, репетировать, что занимает время. Плюс у тебя есть музыкальные репетиции, потому что играет там живой состав. Все-таки, да. Может быть с плейбэками иногда. Это классно, да. Это классно, это экшен, но это очень много времени. Да, да, да. Но это занимает очень много времени. Ну, и как бы я бы не сказала, что это прямо вот очень прямо того стоит, потому что все-таки я в большую часть своего времени работаю в не таком популярном жанре музыки. То есть для меня это было бы намного более полезно, если бы я была больше вовлечена в поп-музыку и чаще появлялась бы на телеке. Вот еще один маленький вопрос про телек, потому что энное количество лет назад у тебя был роман с Евровидением. Дважды. Да, вы пытались туда выйти и не срослось, не получилось. Нет ли мысли повторить все-таки, вернее, третий раз? Нет. Есть, конечно, мысли повторить. Руки никак не доходят. Есть идеи, какие песни можно было бы записать туда. Приджазованные, да, опять-таки? Ну, естественно, из меня ничего другого не лезет. Я настолько в этом... Мне будет трудно, там же формат такой более, ну, такой тыц-тыц-тыц-тыц-коммерческий. Да, да. Ну и что? Будем давить свою тему. Я верю, что если ты будешь заниматься как артист тем, что тебе ближе всего, это творчество, результат этого творчества, он будет получаться наиболее честный и намного более успешно, тронет сердца людей, чем то, во что ты не веришь. Ай-яй-яй. Ну да, ну, когда... Надо бить свой... Как куин. Да. Как куин. Надо давить свою тему, пока народ не поймет, что это хорошо. Ну, иногда народ так долго не понимает, что лопается терпение. Ну, пока не лопнуло еще. Ну, какие ваши годы. Скажи мне, пожалуйста, вот фестиваль укупника, World Jazz Festival, который вот только что тоже отгремел, вы там принимали участие, вы там играли, с составом тоже, и вот твои ощущения об этом фестивале, чего хватало, чего не хватало, и... Потому что Аркадий был здесь на интервью. Да. И мы с ним обсуждали некоторые темы, и он так достаточно дипломатично от каких-то таких уходил вопросов скользких, скажем так. Ну, и можно понять, можно понять с другой стороны, но вот на твой взгляд, чего не хватило, и чего бы хотелось добавить к этому, и что хорошо получилось? Честно? Да. Правильной даты не хватило. У нас вот как-то так получилось, что именно вот эти две-три недели это просто какая-то адская концентрация всего происходящего вокруг. Фестивали на душу населения, да? Да, да, да. Это в одно и то же время происходит и Венспилс Грув в Венспилсе, и только что закончился Саукерста Джаз, и только что, почти только что закончились Рига Сритми, которые тоже отбомбили очень громко, и в этот же день Позитивус, на который просто полстраны уехало, и еще Уорл Джаз. Ну, мне кажется, с одной стороны, это хорошо, что слово Джаз, оно звучит. Что есть такое разнообразие. Что есть разнообразие, и что оно звучит, потому что чем больше оно звучит, тем больше люди узнают о том, что такое есть, и что предложение есть, и предложение достаточно широко. С другой стороны, мы все-таки страна не с таким большим количеством населения. Если посмотреть реально из тех вот людей, которые живут у нас в стране, сколько слушают джаз, они не могут разорваться. Они не могут пойти и туда, и сюда, а еще и Лайма в этот же период, да, и еще что-то, по-моему, происходит. Рига Юрмала, не Рига Юрмала. Ну, в общем... Начинался Рига Юрмала, да. Да, в общем, у нас людей столько, сколько их есть. И покупная способность у них тоже такая есть, какая и есть. Да, да. Покупная способность, к сожалению, в нашей стране не очень хорошая. И, естественно, когда ты привозишь таких артистов, как Инкогнито, билеты не будут стоить 10-15 евро. И это сразу же уничтожает определенный слой людей, которые могли бы пойти на этот концерт. Я, честно говоря, сама не была на этом концерте, да. Мне кажется, у них зал был полный. Ты не была в каком-то? Нет, я не была. Я была в Салатсгриве. Я летела на автор партии World Jazz из Салатсгрива. Вот. Но, как бы, мне кажется, что если бы не держаться за вот именно этот отрезок времени в июле, а сделать чуть-чуть позже, то тогда фестиваль бы получил чуть-чуть больше огласки. Ну, резонанс и больше посещения было бы, скорее всего, да. Ну, если ты не была на концерте, тогда тебе, конечно, сложно будет мне оппонировать, но, на мой взгляд, инкогнито, они плохо прозвучали там. Что-то, что-то было, я не могу понять. Я помню их в Коктебеле, когда я объявлял вас, и ты с ними тоже музыцировался тогда на фестивале джазовом. Это был совсем другой. Ну, так там был другой состав. Был другой состав. Ну, частично. Наши солисты сменились опять. Частично. Частично. Но все равно это на общем звучании это не может так отражаться. По-моему, они как-то так, ну, ну, так, может быть, может быть, не доработали, может быть, в полноги, черт его знает. Вот у меня было такое ощущение, что чего-то в супе не хватает. Вот у меня было такое ощущение. Угу. Да. Ну, коль скоро ты не слышал, то трудно. Не могу тебе ничего рассказать. Да, трудно об этом. А давай поговорим о тебе. Давай поговорим. Че там нам инкогнито, господи. У них все хорошо и слава богу. Хорошая группа, да. Да, хорошая группа. Ты не далее, как в августе месяце. Да. У тебя будет целый пароход. Да, чучу. Чучу. Чучу манаетесь, да. Поплывем. Чатанага, чучу, там паровоз был, да, тут пароход. Все рядом. Вот, значит, 18 числа на Юра Сперла, на... 23-го. 23-го, 23-го. 23-го, да. 17-го Дениса, 23-го ты. Да. Это как раз-таки то, вот опять-таки, одно из тех джазовых мероприятий, которые доступны, ну, скажем, широким массам. Да. В плане репертуара тоже. И в плане... Давай сразу же озвучим это, что страшно джазово не будет. Стоп, вот, давай, страшно джазово не будет. Страшно джазово не будет. Есть одно великое заблуждение про джазовых музыкантов, что им нравится всегда посложнее. Да, 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 да. И что, рода дельфинов и так далее. Вот такого не будет. Нет, такого не будет. Нет. Мы осознаем, что иногда, как говорится, less is more. То есть будет Джо Бим? Обязательно. Без Джо Бима никак. Не будет Girl from Eponema точно, но будут другие вещи. А почему? Ну, зачем? Ну, А потому что. Ну, ее и так все знают. Но она красивая. А у него, знаешь, какие есть еще красивые вещи? У него столько красивых вещей. И повеселее. Там знаешь, какой текст грустный. Не хочу тебя огорчать. У меня, у меня, по-моему, четыре винила. Джо Бима. Хорошо, в том числе и с Гэтсом, и в том числе и с Синаторой. Ай, хорошо тебе. Могу поделиться, если что. Спасибо, я запомню. Да. Да. Вот, так будет, будет, будет красивая музыка, будет. Будет красивая солнечная и летняя музыка. Вот давай так это обозначим, да. Класс. Потому что нам тоже нравится играть позитивную музыку. Не только, чтобы вот все грустно было, или чтобы все сложно было, или чтобы надо было вот так вот прямо сидеть и думать, что же там сейчас, какие гармонические структуры. А, как они сложно эту фразу сыграли. А, Боже мой, какая скорость. Да, да, да. Не, мы любим попроще тоже. Нам нравится. То есть, можно будет реально послушать хорошую музыку в свое удовольствие и, может быть, даже потанцевать. Обязательно. Серьезно? Конечно. Дорогие друзья, только что Велена Протектор сказал, что даже можно будет потанцевать. Обязательно. Я уже навострил лыжи. Однозначно. Так, хорошо. Это будет, это будет у тебя так же, как у Дениса, ночная поездка, или это будет вечерняя? В 7 часов мы, по-моему, отплываем. Это вечерняя? Да. То есть, 3 часа мы плывем по Даугаве. У нас шикарнейший музыкальный приджазованный круиз. Мы отдыхаем, мы поем, мы танцуем, веселимся. Бар работает. Аск. Танцпол. Конечно, да. Да, да-да-да. Будет очень даже. Хорошо. Ну, смотри, можешь, можешь, на самом деле, приглашать людей. Дорогие зрители, я буду... Слушатели. Дорогие Азриум. И слушатели тоже, Да, я вижу камеру стоит, значит, зрители. Дорогие слушатели, я буду очень рада видеть вас на моем концерте 23 августа на кораблике Рига Спарла начала в 19.00. Так, слушайте, видишь, как я умею. Лицо попроще и нормальное по-человечески. Еще раз повтори, да? Скажем так, как режиссер я тебе скажу, не верю. Не верю. Окей, ну, на самом деле, да, это как раз-таки одно из тех мероприятий, которое доступно широким массам, потому что, ну, на укупника, скажем, на фестиваль, там билеты стоили нормально денег, а на кораблике... Как пылесос примерно. Да, шутки, шутки. Но на самом деле, вот ты затронула такую тему, о которой, я даже удивляюсь, почему все организаторы концертов как-то не сядут и не попьют рюмку кофе вместе и не договорятся. Перекорм, получается перекорм, какие-то вот идут такими волнами, вот. То тут не успел Эд Ширен уехать, там фестиваль пошел, один, второй, третий, и сейчас Рамштайн приезжает, потом, потому что так думаешь, ну, да, ну, вот как, во-первых, на все это успеть, а во-вторых, как на все это еще и денег заработать. Да, да, да. Так, это, к сожалению, есть у нас такая проблемка. Ну, видишь, тоже все делают... У джазовиков тоже такая же антагонистическая ситуация между организаторами, как и в Попсе? Ну, я не знаю, я не организатор. Ну, я же все-таки поменьше, там, раз, два, три и обчелся. Неужели трудно Я думаю, они за ее аудиторию борются немножко больше, более кусачи, потому что джазовых поклонников все-таки не так много, как поклонников к поп-музыке или рок-музыке, или металл, там вообще, чел, сколько их. Ну, да, но все равно какая-то, ну, какая-то систематика нужна, если хочешь. Мне кажется, это просто не в характере жителей нашей страны делать вещи вот настолько вместе. Вот настолько, да? Мне кажется, да, это просто у нас это не работает. Когда-нибудь, когда-нибудь, может быть, мы объединимся и будем делать все вместе. Нужна ассоциация нам, вот что нам нужно. Нам нужна ассоциация джазовая. Но я ее делать не буду. Я даже вижу одного из функционеров здесь вот перед собой. Функционировать в ней, да, с удовольствием. Организовывать ее, я, вот, мне кажется, не хватит у меня усидчивости такую большую работу сделать. Но если кто-то возьмется, я с удовольствием присоединюсь к ней и буду активным активистом. и примкнувши к ним шипилом. Да, да. Ясно. Хорошо, Эвелинк, спасибо тебе большое за то, что заглянула в студию. Успех тебе и твоей Джаза Томми и Денделюн Вайну. И у тебя еще был третий проект. Погоди, погоди, какой-то. Не, не. Не? У меня два только проекта. Два только. Ну, есть я еще, как я. Ну, ладно, и корпоративные. Это отдельное дело. Ну, есть еще группы, с которыми я сотрудничаю. Да, вот, поэтому тебе творческих успехов пожелаем. Спасибо. И я надеюсь, что мы так зажгем на теплоходе, отдохнем, послушаем хорошую музыку. Ну, ты же придешь? Я обязательно приду. Я уже все, я уже настроился. Вот, без тебя никакого праздника нет. Все, друзья, на балкоме сегодня гостила Эвелена Протектор и встречаемся на джазовом пароходе. Спасибо Родиону за прекрасный звук.